Как ты думаешь, я могу понравиться девушке, если её мама не очень меня любит? Подожди, это ещё не всё. Ещё я случайно побил её трёх прежних женихов, да и папа. Папа её тоже меня не очень любит, но ещё я намного глупее её. А это нормальная ситуация. Конечно, он тебя полюбит, даже не сомневайся. Вот если бы ты был умный, тебя били её женихи, но обожали её мама и папа, то у тебя просто не было счастья. Нет-нет-нет, неприлично бить по лицу. А делать лицо может каждый, какой и захочет. Боюсь, я из того самого большинства, которое не способно думать. Я уже вообще ничего не соображаю в жизни, совсем ничего. Я люблю чай, в нём мой интерес, чай, 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 ещё раз чай, всё. Господи, вообще не удачный чай. Я сломала ногу. Я могу понравиться юноше, который совсем меня не знает, который видел меня всего лишь два раза в жизни, а говорил только одну минуту. Не сомневаюсь. Вот когда он будет каждый день с вами встречаться, часами разговаривать напролёт и хорошенько вас узнает, то тут кем-нибудь за что-нибудь. Что должен делать мужчина, в случае опасности, если он настоящий таракан? Бежать! Я не могу, дирек, у меня с голодей не укладывается. Как она могла со мной так поступить? Чем я хуже рыжего? Чем? Вы не боитесь, ну, того страшного, чего никто не помнит? Естественно, боюсь, но это ничего не меняет. Тем более, что там, где мы жили раньше, все романтические истории принято заканчивать хэппи-эндом. Да, а у нас все обычно заканчивается дихлофосом. Продолжение следует...